я готова и готова давай посмотрим про артурианцев про настоящих артурианцев про их жизнь поговорим у меня сразу поле вылетел из этой нашей вселенной меня пронесло еще через семь восемь девять как-то 18 вселенных а потом сюда 6 и вот на седьмой как буква л английская вот так я взлетела 131 вселенная 131 это артурианс я прям вхожу интересно вошла у них там такое лазурное голубое небо прям бирюзовое какое-то красивое такое розовое яркое солнце вода вот да похоже на океан вон она очень интересная ты понимаешь там интересно как-то там вроде как слой воды а сверху слоя воды как идут вот как шапочки вот гриба вот так вот как острова на которых они живут вот я прямо вижу оно из-под земли идет как ствол и узнаешь как гриб который не так шапочка вот так до зонтик выворачивается не в правильную сторону он так выглядит и у них вот так вот поверх вот воды вот еще много таких структур и я вот мне пришло искусственно созданное то они создали они вот от воды идет энергетика энергия которая подпитывает создает как защитный слой для планеты чтобы ее никто не мог на нее атаковать и захватить да и они подпитываются заодно тоже этими энергиями я вот сейчас захожу у них интересные дома такие пик образные но там не один пик вот а вот такие пик образные дома дачу подожди я дома пишу они прозрачные да вот как совсем прозрачное стекло дома и много пиков вокруг маленьких один большой это как-то эти каждый пик связан с другим пиком с другим с другим с другим они как электрическая сетка такая как поле такое электромагнитное вот тоже поддерживает планету поддерживает как-то как-то жизнь океана вот морскую жизнь вот так вот энергетическое но как-то связано она под водой точно такая же сетка электромагнитное есть для от которой подзаряжаются морские жители ну вот вышел один он у него такая голубая кожа большие глаза от него прямо такое спокойствие он как будто он смотрит на меня как будто он меня всю жизнь знал и он и он знаешь когда дерево обнимаешь вот так спокойно себя чувствуешь вот вокруг него я такое чувствую как будто по его вообще не не на эмоции никак не раз этого вот как будто он в ком-то трансе находится сам говорит добро пожаловать нашу планету я спрашиваю какое измерение он говорит у нас нет измерений говорит это цифра которую ты увидела вселенной это ты увидела потому что ты из матрицы вышла на тебе есть на тебе есть какой-то матричный какая-то программа которая есть на всех кто в матрице находится на земле и вы лучше понимаете цифрами автоматически вам выдаются цифры номер вселенной вот но на самом деле этих номеров не существует а существует их особый цвет и звук вибрация и вот этот цвет плюс звук вибрация уникально для каждой вселенной у нас у нас говорит бирюзова голубая звук цвет и вибрация 38.4 это чтобы вам было понятно вибрации спокойствие и умиротворение поэтому я говорит поэтому он такой спокойный говорит да я спрашивала я спрашивала что-нибудь вот я его как раз спросила про землю говорит слышал но там проблема что может говорит они стали говорит к нашим планетам засылает таких жучков показывали маленькие они не могут проникнуть слои защитные планеты но они могут сфотографировать у них мощные какие-то линзы как видеокамеры сфотографировать тело наше и дупликат его сделать как оболочку и в эту оболочку к этой оболочке подключить кого-то одно из живых душ и чтобы на 11-12 процентов она оживляла это тело и говорит у вас есть цивилизация фальшивых актурианцев в вселенной но они фальшивы это просто оболочки а мы вот настоящие я вас спрашиваю спасать кого-то собираетесь кому-то помогать он говорит показывает показывает мне на свои руки так держит перед собой говорит вот видишь ты это и есть твои руки ты возьми себя в руки и спаси себя сам и это вот и все все очень легко все в тебе он говорит кто ты есть ты есть все вселенные ты есть все мировоззание ты есть все что существует просто сейчас ты в этом теле но внутри тебя все вселенные и конца и края их нет точно так же как и нет конца и края твоих возможностей и твоих желаний и твоих творений используй их с умом чем они питаются энергии энергии воды говорит они в симбиозе просто говорит вся планета все что существует на ней это как большой симбиоз энергетический говорит у нас даже такого нет понятия питаться мы просто вместе сосуществуем в гармонии и в мире что они а сколько они а сколько они живут сколько лет живут сколько мне мне пришло вечность говорит сколько хочешь можешь вечность можешь вообще никогда не уходить я вижу какие-то интересные такие медленно налетают такие тарелки но они знаешь они как сплюснутый такой овал вот такой формы я сейчас вижу а есть такие как шестиугольники с такими четкими углами он говорит он говорит что я я там была а я там следовала их планету ну говорит заходила но не так как ты она говорит та которая с тобой сейчас разговаривает она более быстрая она более веселая она любит везде немного а ты любишь много и конкретно если входишь то не выйдешь пока не наберешься знаний и не сделаешь все что могла другая но больше как база данных она любит везде дотронуться до каждой частицы творения впитать себя и ее энергию и ее мыслеформу и ее идею она используется эти идеи для творения чего-то прекрасного такого не очень много идей она кипит ты более конкретная говорит на меня ты берешься за одну идею и ты ее проносишь а та которая с тобой она может сделать много идей одновременно а ты так не можешь тебе надо направить свои глаза прям сейчас свои глаза вижу как два таких лазера направленных в одну точку она может много точек направить сразу одновременно а тебе надо только в одну и ты я тебя вижу как шарик такой с корзинкой да вот эти вот шары на которых люди летают вот что-то у меня такая метафора вот он мне показывает ты как такой шарик ты летаешь везде и быстро везде по чуть-чуть собираешь информацию что тебе интересно а я а я больше как поезд я поезд на рельсах я вот такой тяжелый поезд с дымом да вот иду и вот у меня я уже я рельсы поставила себе у меня есть направление у тебя нет направления у тебя как ветер подует да вот так а почему мы сошлись да потому что близки по духу хотите уйти отсюда близки по вибрациям потому что вам легко он говорит вот как раз в вашей системе таким легко один так и должен один должен идти целенаправленно а вот она больше как она знает как обойти разные камни она умеет это а ты идешь на пролом по рельсам по своим ты их не сдвинешь уже если ты задумала то ты уже их не сдвинешь а она может обойти умело и она тебя будет помогать обходить поэтому у вас симбиоз такой создался мы можем что-нибудь на земле сдвинуть да мне показывают такую формулу я вижу знаешь как в школе доска написано решимость над решимостью мое имя плюс гибкость гибкость и над гибкостью твое имя равно равно сдвиг энергии и влияние на людей и пробуждение людей вот я вижу цветок как на него светит солнце и поливает его вода и вот он как бы просыпается он начинает он открывает свои лепестки смотрит на солнце а солнце это такой символ как бы того к чему мы идем я вижу настоящее солнце я вижу настоящее солнце портал такое прям открывается вот вот я сейчас чувствую что в солнце можно влететь и вот куда ты хочешь вылететь там ты окажешься задать направление да желание и получишь прям такой приятный портал такой вот я подхожу и в какой-то момент меня засасывает и мне даже мне как-то приятно такие вибрации по телу я вот сейчас раз и уже там вот я сначала подумала хотел на сириус пойти потом мне не перехотел я не хочу пошла на свою платформу цветок ты от турианцев уже ушла все я отсоединилась от него потому что я хотела полетать он стоит я его вижу он стоит нет ты понимаешь я как вижу у меня многослойное какое-то видение у меня много экранов у меня актурианец вот здесь стоит внизу я как бы отсоединилась но я его вижу еще здесь у меня солнцепортал здесь у меня платформа цветок сверху вот я на нем сейчас но я могу туда-сюда как вот так вот куда ты меня вопросом направишь я туда пойду нет я еще хочу спросить пожалуйста к актурианцу вернись в России вообще они чем занимаются на своей планете чем какая деятельность у них что они запретают там самореализация сказал самореализация познание своей души каждая индивидуальная душа хочет себя познать узнать какая в ней сила на что ее направлять больше что она лучше умеет и поэтому они пытаются захватить ну вот попробовать все что можно они могут и строить корабли свои кто-то двигатели строят кто-то я вижу они вроде как книги такие делают но в книгах они закладывают они концентрируют что-то в голове оно потом выходит в руки вот так и они на страницу книги ложат и она растекается по странице книги и эта книга она начинает сверкать вот такая образуется как какая-то система микросистема и тут уже информация есть и вот когда ты открываешь эту книгу страницы у тебя как голографический такой вырастает что-то вот эта книга про кристалл я вижу кристалл вырос из нее ты его можешь потрогать когда ты его трогаешь он не рассыпается как голограмма ты пальцами считываешь информацию про этот кристалл потом закрываешь страницу он сам сворачивается открываешь другую там что-то другое зависимости какая информация некоторые этим занимаются некоторые делают картины говорит картины портала мы рисуем ты можешь нарисовать картину и в нее потом когда она готова войти и побыть в той среде в том пейзаже в том астральном уровне который там нарисован если тебе интересно поэтому говорит люди ходят на наши выставки картин они заходят в картину наслаждаются например цветами ароматом и выходят уже в совсем другом состоянии как им нравится у нас все по-другому говорит у вас все искусственное у вас все у вас ничего нельзя трогать ни с чем нельзя соприкасаться энергетически он говорит у вас даже картины на галереях мертвые вот вам вам разрешают их потрогать руками нет вам разрешают в картину войти и прочувствовать пейзаж и и почувствовать запах цветов потрогать деревья там нет конечно вам ничего нельзя в строгой системе это как тюрьма вокруг вас везде пластик и металл и вам все у вас везде заборы везде преграды вам можно ходить только там где вам разрешают а вы не понимаете вы подчиняетесь ему что вы думаете что это для вашего блага это не для вашего это против вас какое он может напутствие дать человечеству нам пожелал в данной ситуации у нас же сейчас очень тяжело снимите с себя костюм этой технократии все то у тебя пришло слово вот я вижу как мы знаешь как вот на нас на голове каждого из нас вот такой вот какой-то на слой на слой на слой на слой это вот эти вот все говорит не думайте так много вы слишком много думаете это все ваши мысли они наслаиваются налипают на вас вы просите мнение других вы спрашиваете мнение других вы все перепроверяете зачем вы все перепроверяете вы наслаиваете на себя реальности других вот этими вот ихними мнениями а действуйте по тому как вам сердце говорит почему вы такие недоверчивые вы не доверяете самим себе научитесь доверять себе перестаньте перепроверять свое мнение у вас из-за этого большие проблемы вы из-за этого входите в конфликты вы из-за этого с друг другом все время ругаетесь а это на руку тем кто с вас энергию скачивает это так и задуманно и вы идете по ихнему плану по ихней программе выйдите из этого диска это как жесткий диск он все время крутится вы на нем а вы выйдете из него пусть даже на большой скорости пусть вы упадете на нем на какое-то количество ну времени по-вашему но вы все равно подымитесь после этого наберитесь смелости и смелости спрыгните не будьте такие как другие не бойтесь сказать правду другому человеку не зависимы от реакции чем вы такие запуганные всем все равно у вас все получится если вы так сделаете просто скажите нет все тут он так прям очень раз этого а он потому что он смотрит нашу реальность где-то так как коробка как вот железная причем коробка говорит вы должны крышку эту открыть как ее открыть каждый из вас должен проделать маленькую дырочку по окружности все дырочки сойдутся вместе крышка слетит и вот так вы должны действовать каждый по себе и при этом связаны энергетически но каждый в себе проводит работу каждый себе доверяет мне постоянно говорит у меня прямо это по по ихнему небу бирюзовому летит как транспарант такой доверяй себе доверяй себе не спрашивай мнения другого не спрашивай не перепроверяй не через кого только через себя ну такое на пусте будет когда-нибудь свободно человечество что нас ожидает он говорит по энергетическим стандартам и правилам вселенной любовь вселенной это не должно продлиться вечно и говорит и уже существует та реальность которая той реальности в которой вы не существует говорит на самом деле вопрос говорит не так надо вопрос в чем насколько какой промежуток времени у вас займет чтобы добраться до того существующего то чего что вы уже построили своими мыслями то чего вы так сильно хотите вы сейчас находитесь в кармане в котором вы временом на той временной линии в которой вы у вас рост идет огромный и вот когда вы достигнете вы вырастите кто-то вырастет быстрее кто-то медленнее но вы постепенно уйдете из этой реальности она просто перестанет существовать потому что без вас как энергетических таких светлячков которые подпитывают эту реальность она не будет существовать она сама разрушится во вселенной так и бывает в процессе саморазрушения когда никто не подпитывает никакими мыслями никакими эмоциями идея существования чего-то это что-то разрушается это все очень просто а по времени это сколько займет у вас два три когда он вот так мне показывает я не понимаю ваше время ваше время как пружина говорит где конец где начало пружины я не знаю я не понимаю ваши цифры говорит это искусственно придуманы какие-то значки которые можно менять каждую секунду и они меняются каждую секунду говорит я тебе скажу сейчас одна неделя а это может быть четыре недели и вообще не спрашивай ничего в цифрах ни у кого цифры меняются еще быстрее чем ваши временные линии все так сказать спасибо спасибо скажем нет я поняла я вспомнил свою жизнь там я там была была я отключаюсь тогда у меня уже эмоции пошли да все тогда отключаюсь от этих у меня эти жизни этих моих где я ученый вечно с чем-то связаны с какими-то эмоциональными потрясениями вот ладно я выключаю